Нарезку гуся чекли? Ща. Все отсылки и мемы гуся матершинника. Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать ко мне на канал. 2 августа вышло первое дополнение к Atomic Heart, где появился очень мемный гусь матершинник. Особо внимательные игроки сразу же заметили, что гусь это целый сборник мемов и отсылок. Поскольку я сама играла в день релиза на стриме, то лично успела с ним познакомиться. Мне стало интересно разобрать все отсылки, которые выдает гусь. Предупреждаю, будет очень много мата и очень много отсылок, начиная с детских сказок, заканчивая БДСМ приколами. Надеюсь, вам видео понравится, ведь я очень старалась над ним. Приятного просмотра. Первый раз игрок встречает гуся вскоре после встречи с Лебедевым, и разработчики обозначили эту встречу очень символичной фразой. Такая декорация. Проснись, нечаян, следуй за белым гусем. Это отсылка на начало первой части матрицы. Проснись, Нео. Иди за белым кроликом. Ты ебучий пирогик. После этой встречи гуся можно будет преследовать, и он будет выдавать раз... Ну, блять, это из-за лис в строчи чудес. ...заные рандомные выражения, которые мы сейчас и будем разбирать. Добавлю, что гуся можно встретить не один раз, как на улице, так и в помещениях. Откуда ты вообще нарисовался? Это выражение, взятое из фильма Бумер. Откуда ты вообще нарисовался? Это вообще моя заправка. Ты заебал! Эту фразу произносил скриптонит в популярном... Да, блять! Да он говорит просто, да ты заебал? Типа, эту фразу произносил скриптонит. Смем нам рулета. Отсылка! Отсылка, да такого никто же никогда не говорит. Да ты заебал! А далее будет шикарная отсылка на Дмитрия Купленова. Я гусь, я до тебя доебусь! Хе-хе-хе, я, я гусь, мне кажется, и давайте сегодня доебусь, нет? Я гусь, я пожалуй, себусь! Я гусь, пожалуй, я съебусь! Сказочный долбоеб! Сказочный долбоеб! Тут все и так понятно. Да ты ебишь ты, тупая скотина! Данная фраза, возможно, была отсылкой на неудачное интервью, которое также популярно среди мемов. Но не факт. Что думаете на этот счет, пишите... А, со скриптонитом факт! Смем в комментариях. Я буду задавать вопросы время от времени, извините. Скотина, тупая! Я тебя больше не знаю. А следующий мем, как мне кажется, узнает каждый. Ох, блюда, к бать, вы веду иди сюда, когда собачий решил ко мне лезть? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Отзоришься ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. А проебанная мальчик-то у меня? Попробуй отниметь! Возможно, не все уловили к чему эта фраза, но все станет понятно, если вернуться к основному сюжету игры. Вот так у пленого есть отсылка. Проебал. Если речь идет о мемах, то без дружко никак. Сережка любит слезки, полимерные перчатки и не очень. Сашка любит рыбок и компьютерные игры. И не очень любит людей. Теперь у меня будет вопрос к вам. Что это за фразы? И имеют ли они отсылку на что-либо? Жду ваше мнение в комментариях. Лично я так и не поняла. Кто ты за чихшвых-то, блядь, такой? Каждому гусю по мысли, каждому Сереже по ебалу. Сейчас будет немного запрещеночки. Вот вам пара фраз из запрещенного в России фильма про тюрьму, где есть в названии слово «Слоник». Ну не надо, ну не стукай, не стукай. Как поспал, братишка? Проголодался, наверное, братишка? Съешь, Алёнку. Ты думаешь, я тебя не перейхала? Эта фраза принадлежит небезызвестному Панасенкову. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? А вот это, как мне кажется, отсылка на игру Киберпанк. Ааа, мудила, конченный! Ты конченый, мудила. Еще одна отсылка на игру, в этот раз на Night in the Wood. Болота. Прекрасное место, чтобы построить форт. Или спрятать труп. В самой игре фраза звучит как «Боже, посмотри на этот лес. Прекрасное место, чтобы спрятать труп». Сереж, не унижай меня, я и так низенький. Фраза из фильма «Рок-н-ролльщик» в оригинале звучит так. «Арчи, не унижай меня, я и так низенький». Эх ты пиздоблецкое мудоёбище! Это вообще взято из анекдота про генерала Папайи-солдата. Можете загуглить этот анекдот, а сам анекдот я читать не буду. Сейчас будет пожёстче, в прямом смысле. А если? Флю, 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 стоп, слово, стоп, слово, стоп, слово, сука! Смотрите сами. Мы придумали особое слово. Если возбуждение окажется для вас слишком сильным, скажите это слово. Слово. Вы что? Это не слово, это... Флюген-хиген-хаймен. Флюген... Флюген-хиген-холен. Мы сказали флюгегехаймен. Да, да. Ради бога, флюгегехаймен. Внести флюгегехаймен. Нет, 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 я не говори. А я нашёл конечки. Мои сказали, что принялись. Нет, нет. Очевидно, это голум. Также нашлось место и цитате из Симпсонов. А ну вернись, я ещё не закончил тебя унижать. Немного советских мультиков. У меня есть мысль, и я её думаю. У меня есть мысль. Мысль. И я её думаю. Все получат выбор. Данная фраза у гуся при моём прохождении немного оборвалась, но заканчивается она словами «И Серёжа тоже», что очевидно отсылает на всем известную рекламу. Оля любит мамбу. Вау. Оля любит мамбу. Оля любит мамбу. Ей любит мамбу. И Серёжа тоже. Мамбу. Проститутка. А гусь не простит. А это просто мем с омской птицей. Кто не понял, проститутка. Скажи стоп-слово. Оно было, блядь. Скажи стоп-слово. А гусь нет. Спасибо. Забавный момент. Гусь в игре может внезапно напугать. Испугаться? Вот он у меня там и завис. Тут есть фраза из фильма «Адреналин». Я достану тебя, даже если это последнее, что я сделаю. Фраза из сериала «Шерлок». Вэкторик, не говори вслух. Ты понижаешь айкью всего комплекса. Мы сможем прочесть её почту и что? Андерсон, не говори вслух. Ты понижаешь айкью всей улицы. Ещё немного игровых отсылок. Серёжа Карасик выпил весь классик. Потом целый час пердел, как дурасик. Это было взято из «Ведьмака». Кто такой Ивасик? Ивасик, Карасик, выдул весь классик. Потом целый часик пердел, как дурасик. Также можно услышать от гуся из речения про болото, что тоже взято из «Ведьмака». А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Теперь две отсылки к сказке «Колобок» и мультфильму «Жили у бабуси два весёлых гуся». Можно поближе. Привет, бабы свиного ушло. От свечного ушёл. От меня не уйдёт. Жил у бабуси один весёлый гуся, блядь. Немного преисполнимся в познании. А знаешь что, П3, мне этот мир абсолютно понятен. Я, блядь, в твоём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже... Блядь, это просто сборник аниме из 2000... Блядь, сука, мемов из 2010-го. Сто триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как это земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Также есть отсылка на Скайрим. Когда-то и меня вела дорога приключений, но потом мне наступили на лапку. Это был ты. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Заяц-гусь. Выебанный ты пирог нечаянный. Заяц-гусь. Так вот, зачем там были эти дырки, туда гусь прятался. Это известный мем «А что если?» Крылатая фраза всех любителей сталкера. Также есть и другие отсылки, которые мы на стриме не услышали. Но я смогла найти, что именно говорит гусь. Живу на болоте, натыкал табличек. Я маленький и злобный. Этого мало, чтобы добиться уединения. Известная фраза из мультика «Шрек». Большие гуси начинаются с малого. Отсылка на бодрость Лао Цзы. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Но не Сережа. Отсылка на советский полнометражный научный муч. Ну, короче, я понял. Весь прикол гуси был в том, что он мемами говорит. Ну, блядь, к сожалению, мне он забагался, поэтому... К сожалению, вот так вот, дорогие друзья. Бля, я хочу в Baldur's Gate поиграть, но я говорю, типа, качать дохуя еще. Типа, с моим интернетом скоростью 12 мегабайт в секунду еще полтора часа качать. И уже поздно. Я думаю, что просто завтра проснусь и буду играть. Да смотри. Фильм «Тайна третьей планеты». Чем ниже голова, тем глубже мои мысли. Отсылка на мультфильм «Алиса в зазеркалье». Ну, а на этом все. В комментариях пишите, какие отсылки от гуся. Не, прикольно, прикольно DLC. Not bad, not bad. Вот, ну... На женщину смотрел. Нет, я смотрел женщину, но не на женщину. Ну, бля, просто понапихали говна в этого гуся. Не знаю, без души какой-то, без идей. Да, бля, доебываться до гуся, который... Нет, DLC неплохое, DLC неплохое. Окей, мы пробежались, что-то там сделали и ждем следующие DLC. В принципе, те, кто покупал топовые издания, не остались ни с чем. Даже более того, блядь, DLC нормально. DLC... Ну, хорошее DLC. Типа, как DLC, это было not bad. У меня все еще боевая система это бесит, блядь, с уклонениями странными. Ты что, босс к тебе телепортируется. Но, как бы, я не считаю, что это подходит шутеру от первого лица. Да не, нормальное, нормальное DLC хорошее. Пока непонятно, в чем сюжетный смысл этого DLC. Но посмотрим дальше, что из этого выйдет. Ждем в следующем DLC, отсылки на DPS 47. Ждать видео по DLC, бля, не знаю, но довольно маленькое. Типа, о чем-то можно рассказывать в конечном итоге. Ну, посмотрим, посмотрим.